Он начал на Емаджи газовать на моего друга для меня. Всем привет, братья и сёстры. На связи, как всегда, отец Евген. Добро пожаловать на новый видеородик. Где я говорил, что я на тебя что-то анонсирую. Подожди, мне донат пришёл. Донат важнее тебя, брат. Который, если честно, я до последнего не хотел снимать на своём канале. Но человек, о котором сейчас пойдёт речь, буквально вынудил меня это сделать. Мне пишут, что адрес мой сливаешь, бля, говоришь, бля, про адрес. Ой, блядь, я адрес сливаю, чё ты хуйню несёшь? Сегодня мы поговорим об очередном подсосе Азама. Который, как и прошлый наш пациент, без Азама и Черноты ничего из себя не представляет. Это самый типичный подсос чужого хайпа. Который в своём собирательном образе препарщика собрал чуть ли не все зашквары. Тут и реклама сталок. Рекомендуем компанию Супер Ик. Да, внезапно. Тут и обман подписчиков с рулетками. И с компроверочкой. И продажа настроек. И даже обман рекламодателей. Чего здесь только нет. Присаживайтесь поудобнее и заранее прожимайте мне отцовский лайкосик за качественный контент. Сегодня на моём операционном столе фрифающик по имени Геймер Икс. Приятного просмотра. Ну а перед тем, как мы начнем разбор этого туалетного ёршика, я напоминаю, что часть самых жёстких пруфов, как всегда, будет опубликована в моём телеграм-канале. Ссылочка на него есть в описании и в закреплённом комментарии. Там же тебя ждёт и другой, не менее интересный контент. Например, там ты найдёшь установочники таких игр, как Warzone Mobile, Devil May Cry, Assassin's Creed, Night for Speed, Raduga 6 и многие другие игры, которые затягнут тебя ещё сильнее, чем умирающий фрифайр. И, кстати, там же я сливаю настройки от фрифайрщиков, которые они продают вам за деньги, а я отдаю их совершенно бесплатно. Ну, чем не повод подписаться на телеграм-канале. Короче, ссылочка внизу, жду тебя в телеграм-канале. Кто же такой Геймер Икс? Камон, ребят, вам действительно это интересно? Нет. Если да, то просто включайте мой прошлый ролик про Милки Вэя и замените в боке, где я рассказываю о том, кто это такой, слово Милки Вэй на Геймер Икс. И отвечаю, ничего не изменится. Геймер Икс это самый типичный фрифайрщик, рад, дорвавшийся до славы и лёгких денег, от чего ему снесло башку, и он начал скамить собственную аудиторию. И у многих из вас может сейчас возникнуть вопрос, Евген, а нахрена и почему ты снимаешь про него ролик? Ведь вы когда-то очень хорошо общались, вы дружили. И я с радостью вам расскажу. Дело в том, что наш дорогой лохматый белкоподобный друг в себя поверил. Многие из вас могли заметить, что в последнее время, а особенно после моего видеоролика о Милке Вэе, мой онлайн на стримах и в целом осуждение моей персоны в комьюнити фрифайра выросло в десятки раз. Геймер Икс это тоже заметил и в один прекрасный день решил подсосать мой успех. Вы что, с ума сошли что ли? На одном из своих стримов он выдумал легенду о том, что я его оскорбляю. Что я готовлю на него некий видеоролик. Просто типа надо на геймера тоже сделать. Он буквально посвятил мне несколько стримов, на которых всячески пытался меня зацепить. Зайдите к Евгену, он слился, просто слился, чат. Напишите, зайдите к Евгену, спамьте, что он очкошник, чат. Но проблема в том, что это все он выдумал. Он говорит, геймер, ты меня предал, ты мне не друг. Еще какие-то моменты, говорит. Никакого разоблачения, никаких оскорблений с моей стороны в его адрес не было и нет. И да, в один прекрасный момент у него получилось меня задеть, и я отреагировал, я ему ответил. Я жду, вот мы смотрим. Понимаете, я могу прямо сейчас показать, например, всю информацию про Евгена, который мне слили, и все. Отчего его онлайн в ту же секунду возрос в несколько раз. Его план сработал. Постоянных зрителей стало гораздо больше, чем донашивать с ним конфликты. Геймер это увидел, ему это явно понравилось. И он продолжил душить свою тему. И чат, чат, он конченый просто очкошник этот Евген. Дошло до того, что он даже разоблачение на меня анонсировал. Он слик меня собрался. Просто ждите, ребята, пару дней вы все увидите видос. Запомните мои слова, ребята, пару дней пизда Евгену просто. А после вовсе пошел в обанк. Он обещал меня побить. Ну если он реально в Питере живет, пацаны. Бля, отвечай я его, бля, от безро плащат. Я его не ждану, бля, уебу, пацаны, его. Это было не просто смело. Отвечаю. Это было пиздец, как смело. Но как только я сказал, окей, давай, let's go, вот мой адрес, братишка. Без проблем, приеду к тебе на стрим. Прямо сейчас давай. Сейчас я не пойду, у него стрим идет, зачем мне... Он в ту же секунду ливнул из дискорда. Красавчик. Весь этот откровенный цирк продолжался на протяжении недели. Каждый стрим Йоршик Икс упоминал меня на своих недостримах. И разгонял свою тему. И честно, да, я скажу, я в один момент просто бомбанул. Кто-то меня сейчас, возможно, осудит. Кто-то явно после этого от меня отпишет. Но, ребята, это была вынужденная мера. Человек буквально каждый стрим пытался меня задеть и опозорить в глазах общественности. Знаете, он очкошник, блядь. Он просто пытался мешать с грязью мою репутацию, которую я колотил годами. И раз уж он не идет на контакт на стримах, раз уж он не хочет решить все лично. А я, между прочим, хотел даже в Питере зал арендовать. Чтобы мы в нем встретились, зашли в октагон и решили все как мужик с мужиком. Три раунда по пять минут, геймер Икс. Я надеюсь, ты вызов примешь. Надеюсь, ты не сочканешь. Снимем все это на видео. Сделаем видос и выясним отношения как мужчина с мужчиной. Я хотел, чтобы мы разобрались по правилам ММА. Три раунда по пять минут. Но он и тут слился. Ну, я не знаю, я не удивлю. Человек просто хайпил на мне, и я устал это терпеть. Я воспользовался связями и возможностями. И да, на одном из своих стримов я вызвал на него спортика. Ты вранулся? Закажи, смотри, за 10 минут до того, как поедешь, ну, поедешь, гуль, зайдешь, закажи доставку еды на его адрес. Чтобы он думал, что это доставка, понял? Да, ладно. Все, ну и потом, типа, вместе с доставщиком заходи. Ты хотел цифр, ты хотел онлайн, и я тебя с этим поздравляю. Евген дал тебе цифры. На то, как тебя унижали на том стриме, смотрело в пике почти тысяча человек. Это буквально взбудоражило общественность. Геймер Икс и его разбитый носик стали чуть ли не самой обсуждаемой персоной на СНГ-регионе Фрифайера. Но ведь признавайтесь, вам тоже это понравилось. Целая неделя конфликтов, разборки в Дискорде, перепалки, стримеры в шоке. Все обсуждают конфликт геймера и Евгена. Онлайн растет, подписчики одного ссорятся с подписчиками другого. Вежуха в кой-то веке в умирающем Фрифайере. Маленькие фанатики, давай расследование пилить о том, что все это постанова. Они тщательно разбирают кадр за кадром. Это был Евген, но тогда каким образом? Он сидел в момент нападения дома и смотрел это все на плазме вместе со своим котом. С кем он тогда говорил по телефону на стриме? Как они умудрились параллельно стримить? И почему геймер на коленях? Как это все? Что происходит? А происходит, ребята, пранк над вами. Друзья, я прекрасно понимаю ваше недоумение сейчас. Но данный видеоролик это никакое не разоблачение геймера. Я на имадже как бы сейчас ролик монтирую. Я надеюсь, вы не забыли? А то он сейчас сидит там у нас в экстримах радостный. Типа ура, Евген с геймером файтится. Все смотрят, про меня все забыли. Это же постанова, все, значит и со мной ничего не будет. Но имадже спешу тебя расстроить. Ролик на тебя действительно готовится. Скоро он на моем канале выйдет. Так что готовься сушить сухари. А что касается геймера Икс, по сути, с ним у меня никакого конфликта не было. И уже на стримах дальше разгоняем. И я разгоняю, ты разгоняешь. И там уже реально, можешь на самом деле не выбирать выражение. Там прям убедительно, чтобы играть. Можешь оскорблять там как хочешь. Все, что вы наблюдали на протяжении крайних наших стримов, это просто качественно сделанный инфоповод для вас. Все наши действия были тщательно спланированы. Многие вещи, которые происходили на стримах, обсуждались буквально в параллель, прямо на этих стримах. А вся эта история с нападением в прямом эфире, это просто розыгрыш. Итак, я только что оффнул стрим. Прямо сейчас я заказал такси, сейчас переоденусь быстренько, и мы выдвигаемся. Делать суету на стриме у этого человека. Удачи пожелай, сейчас геймера пиздить идем. Я на месте, пацаны. Оффстрим идет. Чат, Евген пиздобол, чат. И где, где его, бля, чуваки? Сейчас там. Где Евген, пацаны? Пойску. Ну и где Евген, пацаны? Долбадем, что ли? Помогите, бля. В пике трансляцию геймера, где я на него нападаю, смотрела, как я и сказал, почти тысяча человек. В тот момент, когда стандартный его онлайн, это 100-150. Ну разве это не круто? Стрим до сих пор работает, тут люди в ахуе, все пишут. Ребят, больше я в ахуе. А что касается того звонка на стриме, то я говорил со своим родным братом. Ну а что касается фоток из дома с котом в телеге, это делала моя жена, пока я ехал в такси для геймера. И человек, который на него нападал, конечно же, это был я. Ну камон, ребята, я руки специально свои засветил. Да, обещал же отпиздить геймера. Вот, получайте, разрешитесь. Я видел. И если вы думаете, что на этом все, то вы глубоко ошибаетесь. После нападения на геймера X контент продолжился. Он сосредоточен, как никогда. Удар! Фуй, оттяжку забыл как давать. Оттяжку не поставил. Настройки у вас в геймеру попал. Ролик о том, как мы с ним зарубились, ждет вас на канале геймера X. Короче, мы решили разобраться в вазертехе. Что устроим сейчас зарубу в реальной жизни? Ссылочку на это видео я оставил внизу в описании. После просмотра данного видеоролика заходите к нему, смотрите и поддерживайте. Ой, блин, это лайк, это лайк. Да, вы можете на меня обижаться, можете и дальше продолжать меня оскорблять и называть балаболов. Но одно вы отрицать прямо сейчас не можете. Но в их стримах всегда весело, я делаю контент. Ну, камон, это же было реально круто. Ну, когда что-то подобное еще было в комьюнити припая? Ну, в последний раз разве только жабка, когда в баню с мужиками пошел. Ладно, ладно, это была шутка сейчас, но кто понял, тот понял. Короче, я искренне надеюсь, что вы на меня и на геймера не обижаете. И вам хотя бы чуть-чуть, но было интересно следить за развитием событий, которые мы для вас придумали. Воспринимайте это все просто как шоу, как сериал, который интересно смотреть от серии к серии. Но в конце концов, не всегда же вам на проверке залипать по 10 часов, согласитесь. Относитесь ко всему с позитивом. Мы сделали контент, мы возродили актив. В кои-то веки вы все вместе собрались не ради халявы или рулета каких-то, а просто потому, что вам было интересно узнать, что же тут будет дальше. И, как по мне, получилось все довольно круто. И уверяю вас, дальше будет еще круче. Я жду всех вас на своих стримах. Я стримлю несколько раз в неделю. Создаю для вас комнаты, самую топовую рулеточку кручу, пранки устраиваю, розыгрыши над ютуберами. Плюс в прямом эфире мы сливаем всяких дурачков. Короче, суета в фрифайле у нас на стримах, будь здоров. Поэтому, если вам все это нравится, обязательно подпишитесь на мой канал. И нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И обязательно в телегу мою залетайте. Ссылочка также есть внизу. Там есть пара пруфов на геймера, о которых я говорил в начале ролика. И плюс наши совместные фоточки. А еще и другой контент там выходит. Раздачи халявы есть, анонсы стримов все. Короче, тебе у меня точно понравится. Ну, а теперь, когда вы поняли, что это все был розыгрыш и постанова, может быть, лайк не прожмете? Внизу кнопочка лайка, если что, есть. Она выглядит вот так. Спасибо. Суть видеоролика была, короче, чтобы, ну, развлечь вас. В первую очередь, естественно, чтобы с эмоцией получились. Поэтому не хейтите Евгену и нас, больше. Ради вас. И, Имаджи, братишка, не думай, что если с геймером была постанова, то и с тобой окажется все так. Ты еще никогда так не ошибался в своей жизни, братишка. Ролик уже почти готов. Субтитры сделал DimaTorzok